Всем привет, друзья! С вами Вальтер и Паль. Друзья, мы сегодня опять на выставке, выставке-форуме. Выставке-форуме, да. Россия. И продолжаем нести свет исторической реконструкции в массы. В мрак и мракобесие жизни. Да, да, да. В общем, сегодня мы будем опять говорить за историю. У тебя вышел большой цикл роликов про лодки и про походы лодочные. Это здорово. Я посмотрел все. Крайне интересно, крайне полезно. И понял, что есть такой важный нюанс, который нужно уточнить. Первое, о чем ты не рассказал, а стоило бы рассказать, потому что это всегда очень интересно, как ты пришел к той мысли о том, что ты хочешь совершать именно лодочные походы большими составами людей на большие расстояния. Потому что это же гораздо сложнее, чем отправиться в Пешкодрал куда-нибудь. Конечно. Конечно. Во-первых, эта история достаточно длинная. Дело в том, что мы изначально, когда делали... Сначала, ну, как и все, делаются костюмы. Понятно, сначала делаются там доспехи, все это есть на фестивале. Встал вопрос, куда дальше развиваться. И, конечно же, первые походы, которые мы делали, это были пешие походы. То есть мы начали ходить в походы в исторические в 2000... Дай Бог памяти, в 2004 году. Ну, такие вот короткодневные, такие маленькие. Вот. И в 2005 году мы сходили на воле на лодках вместе с мароком по Польше. Вот. То есть до этого момента я лично о лодках вообще не задумывался. Вот. Мы в то время, в начале нулевых, активно сотрудничали с усадьбой Старая Мельница. Там были лошади. Мы, кстати, и на лошадях тоже там ездили. Ну, я в меньшей степени. Ребята больше. И мы так поглядывали в сторону вот этой всей кавалерийской истории. Вот. Начали пешие походы. Потом мы сходили на лодках с мароком. И вот после, да, где-то поворотный этапом как раз был вот этот поход. То есть где-то в 2005 году. Да, 2005 год, да. И мы поняли, что надо что-то выбирать, куда развиваться. И этим развитием стали походы. После этого мы проводили... У нас были лыжные походы в восьмом году. Зимой мы ходили дважды. В восьмом, девятом году и в десятом, по-моему, в третий раз. Есть, кстати, парадин, даже видеофильм. Да, есть видеофильм. Вот. Потом мы ходили на лошадях на Куликово поле в поход. Тоже есть видеофильм? Тоже есть видеофильм, да. В 2007 год. Да, 2007, да. Вот. И, соответственно, параллельно все время шла вот эта история с лодками. Она не покидала. То есть с 2005 до 2007 года. И в 2008 году мы в деревне Липовка решили строить первую лодку. Там просто под тентом, буквально в частном доме. Вот. За домом, как говорится. Вот. Начали делать. Оказалось, что это, в общем-то, не так уж все страшно, сложно и невозможно. Вот. Инструмента, конечно, она была маловато. Там, помню, первый рейс мы тогда купили себе. Такой китайский. Вот. Но дело пошло. Стало понятно, что не боги горшки обжигают, в общем-то. То есть секретов особых нет. И в 2009 году мы поучаствовали в президентском гранте. Это был первый вообще, когда первый раз объявили президентские гранты. Еще документы сдавались в Москву, возились на бумаге. По хардкору. Да, по хардкору, да. И мы выиграли. То есть мы выиграли деньги на строительство двух лодок. Вот. То есть у нас одна лодка на тот момент была. И одна у нас уже была в проекте. И на вторую, это уже, собственно, сварок. Вот. Капельевая уже. Балая ладья из Гагстада. Вот. Ее мы строили по гранту. И вот, получается, вот по этому гранту нам как раз тут выдали помещение. И 2010 год, 2009, мы зашли уже с помещением, с базой вот этой, где мы сейчас, собственно, и находимся. Да, да. И начали там строить лодки. Вот. И первый наш поход был, это 2009 год. Вот мы ходили, мы как раз достроили лодки к сезону. И первые куда-нибудь попали, это все лодейное поле в 2009 году на острове в Липецке. И оттуда мы пошли на Воронеж. То есть это был первый поход по реке Воронеж до Воронежа из Липецка. На этих лодках я учился грести. Да. Многие. Многие учились. Многие, многие, да. И сейчас учатся. Вот. То есть это вот был такой старт, то есть постепенно. То есть это заняло в общей сложности, получается, ну, с 2000 года по 2009 год. Вот. 9 лет заняло. Потому что это большой такой период. Да. Первый поход. Ты помнишь вот финальные свои впечатления? Потому что я знаю, что такое пройти поход, и вот этот финал когда-то уже выгоревший. В конец просто. Конечно помню. Конечно помню. Стало понятно, что очень много надо всего знать. Надо многому учиться. Вообще, первый наш поход, ну, поход 2009 года в меньшей степени. Потому что он был очень такой маленький на самом деле. Это небольшой был поход. Хотя там были свои сложности тоже. А вот поход 2010 года, когда мы пошли по Дону, до Азовского моря, мы просто там хапанули по полной. То есть у нас там были, мы потеряли одну лодку, разбили. У нас был сход почти третьего экипажа по состоянию здоровья. То есть там куча нюансов. Нас арестовала полиция в дороге дважды. Вот. И много других таких моментов. То есть стало понятно, что ну как бы мы не совсем правильно это все делаем. То есть теоретически подготовки маловато. То есть стало понятно, что надо и маршрут согласовывать, предупреждать по ходу движения, что вас не арестовывали. Внезапно, да? Да. И надо как бы и готовиться по-другому, и людей отбирать по-другому. Вот. То есть это была такая очень непростая история. Тут первые эти два похода, они были очень такие интересные именно в этой части. Потом как бы и были другие походы. Они тоже сложные, но уже там были другие немножко истории. Ты нашел для себя ответ за вот такое большое количество лет пройденных в походах, в строительстве. Для чего ты ходишь в походы? Почему начинает тянуть каждый год опять вот туда, на волю? Ну, знаешь, как это? Это как мне в свое время, когда я собирался первый мотоцикл, мне дедушка сказал, вот если ты можешь не ездить на мотоцикле, не езди на мотоцикле. Вот. А если не можешь, тогда уже едь. Так вот и здесь. То же самое. То есть, не знаю, каждый год есть такое ощущение, что обязательно надо сходить в поход. Чего-то не хватает. Да, потому что это возможность подумать. Это такой детокс от всяких гаджетов, детокс от каких-то вот этих бытовых проблем. Там есть свои проблемы, они очень серьезные, как бы, и они заслоняют все. Потому что если у вас есть шанс там где-то разбиться об скалу где-нибудь или утонуть там где-то в море, поверьте, это вообще заслоняет все вопросы домашнего хозяйства. Совсем. Вообще просто все заслоняет и думать только об этом. Вот. Поэтому вот поход это такой определенный момент возможность поразмыслить, я бы сказал. Ну и очень важный момент общения. Потому что команда у нас вся подбирается очень разносторонняя. То есть, люди из очень разных специальностей, профессий, род занятий, то есть, стиль жизни. То есть, все люди очень разные. И каждый по-своему интересный. И это возможность пообщаться с человеком. Сейчас мы с тобой общаемся достаточно клипово. То есть, с людьми в основном. Ну, а при последствиях гаджев это вообще другой уровень общения. А это вот общение лично с человеком каждый день, целый день. То есть, вы никуда с этой лодки деться не можете. То есть, вы вынуждены учитывать интересы друг друга где-то. Тут нет возможности развернуться и уйти. То есть, ты никуда с лодки не денешься. Поэтому это, с одной стороны, такая тренировка определенно социальная. А с другой стороны, такое напоминание. То есть, такое вот, как это может быть. То есть, когда вот в обычной жизни навыки получаемых в походах очень помогают. То есть, у меня, например, походы очень сильно заряжаются оптимизмом. То есть, я во все остальное время года все проблемы расцениваю как практически, ну, 90% как малоценные по большому счету. Потому что, это как мои родственники себя удивляются. Почему я выходил из ванной и говорю, господи, как же хорошо, как же хорошо. Потому что, очень сложно понять, чем хороша ванна, если ты не обходился без нее хотя бы месяц. Да. Вот, как бы, если вы месяц не жили с горячей водой, вы начнете понимать, насколько хорошо иметь ванну. Это как в мультике «Домовенок Кузя». Да, да, да. Да, это именно так и выглядит. Это именно оно. Смотри, мы уже много лет путешествуем пешком, там, на конях, на лодках. Когда идет вот это вот маленькое мероприятие, для меня лично это, по сути, тоже небольшой фестиваль. Такая некая форма этого фестиваля. Ну да. Ты за долгий период приключений придумал или понял для себя какие-то вещи из истории, которые не описаны в книгах, а проявляются только на практике, когда ты используешь, там, тредневековое снаряжение для лодки и так далее. Расскажи, а что это такое? Да, я понял, что все доспехи – фуфло, все фехтование – фуфло, как бы, это все ничего не нужно вообще, это шляпа все полная. Потому что, ну, как бы, там настолько все завязано на, ну, как бы, на транспорт, на логистику, что… Ну, там, я просто говорю, все успехи викингов обусловлены их преимуществом в судостроении. Все. На сто процентов. То есть, как бы, можно, конечно, много раз обсуждать о геройстве, но герои были у всех. Я уверен, что в каждом народе есть герои, крепкие парни, с большими кулаками – это есть везде и всегда. Ну, в разных, может быть, немножко соотношениях, но плюс-минус, как бы, шибанутых – везде одинаково. Вот. А вот, допустим, преимущества технические есть не у всех. И именно вот эти вещи, они, как бы, дают понимание, да, допустим, как новгородцы осваивали север, как, допустим, вот мы когда ходили по Уралу, я вообще все понял, как, допустим, русские осваивали за Урале. Вот. Потому что там, допустим, за Уралом все реки – это обский бассейн, и все соединяет весь край. Ты можешь с любого конца, с любой конец попасть на лодке. То есть пешком ты вообще там никуда не попадешь, потому что там, в нашем понимании, даже грунт отсутствует. Там это непрерывный завал из бревен, через который ты постоянно лезешь. То есть мы когда ходили пешком там в поход по Уралу, то есть я… Это в Семнахе, да? Да, да, в Семнахе, да. Я штаны зашивал каждый день просто. У меня все ноги были иссечены вот так палками в кровавых этих, таких вот, черкашах. Вот. То есть это каждый день все шилось. То есть мы сначала в тряпке завернули еду, думая, что это у нас для упаковки для еды, но постепенно все эти тряпки перекочевали на штаны. То есть это говорит о том, что передвигаться вне речного бассейна, вне рек, это очень травмоопасно, травматично и нереально вообще. А с отсутствием антибиотиков и с отсутствием нормальных средств там как бы выживания, это просто нереально. Ну, собственно, отряд Сукина Мяснова, который мы реконструировали поход в 2012 году, он без единого боя, перейдя через Урал, потерял из 200 человек 50. Это огромная потеря. Это просто люди погибшие в походе. Да, они за 4 месяца потеряли, ну, пятую часть там, да, потеряли. То есть даже четвертую часть, да, 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 250 человек, да. Это очень много. Это очень много, да. Это говорит о том, насколько опасна природная среда. И вот, когда ты… Незнакомая. Да, незнакомая, да. И на них кто-то еще не нападал. То есть у них еще не стрелял никто. То есть они просто умирали от разных… Просто народом вместе. Да. И это были опять же все мужики, подготовленные, военные. То есть это не дети, не женщины. То есть… И поэтому, как бы, вот это когда все понимаешь, насколько это все сурово, чревато, и как это все надо все учитывать, ты понимаешь, как бы, ценность вот этих бытовых нюансов. То есть насколько они сильно влияют на все. Поэтому, как бы, ну… Просто я вообще переоценил историческую реконструкцию вот как увлечение для себя. То есть если до вот начала походов я очень любил… У меня были красивые рубахи с вышивкой там, у меня были куча литья там, пояса там. У меня было все очень крутое, красивое. Мечи были с литыми бронзовыми там, золочеными эфесами. Мне все это очень нравилось. После походов я… У меня ничего этого не осталось вообще. То есть у меня меч самый простой тип X с стальным эфесом. У меня одежда самая простая, которую не жалко в походе. У меня самые простые вещи. Очень функциональные, но простые. Вот. И я понимаю, что именно это и составляет основу. То есть это вот то, как бы… А вот это все красиво, это, ну, в лучшем случае, наверное, в этом хоронили или на свадьбу одевали там. Праздничные. Праздничные, да. Ну, праздничные или похоронные. Да, да, да. То и то событие. Да, и то и то событие, да. Вот. Поэтому я вот для себя бонусы переоценил реконструкцию вот как увлечение именно походами. Для меня сейчас реконструкция – это как раз походы в большей степени, чем вот фестивали. В фестивале, я же пишу об этом постоянно, что фестивали – это такой отчетный концерт, по факту. Место для обмена опытом. Да. Место для обмена опытом, где вы можете поменять с контактами, живьем познакомиться, если с кем-то не были знакомы. И вот какие-то такие вещи друг другу показать. Вот то, что под интернет трудно показать, да. А тут ты вот раз вывернул, давай вот это. Обсудил, что-то там. Да, это… Показал, да, расклепал, да, расклепал. Это вот для этого. А походу это и есть реконструкция. Это, как вот говорят, невозможно реконструировать дух, да. Но если это понимать… Жири там где пять. Да. Если это понимать, как это понимали условно там в 99-м году и в 2001, да, что там… Я, Великий Волин, Харальд, Серая Шкура, я… Путемича. Я в пути меча сражаюсь, там изображаю штурм ворот Выборгского замка. Да, так дух реконструировать, к сожалению, нельзя. Мы не знали мотивацию этих людей. Мы не можем это реконструировать. Но если у вас есть прокладная задача доплыть условно там из устья реки Вытигра, допустим, в какой-то… в район Медвежьегорска, у вас есть 150 км открытой воды, и у вас есть солнце, ветер и вода. И все в ваших руках. И, соответственно, как это делали в 10-м веке, вы точно так же будете это делать и в 21-м веке. Ничего не меняется. То есть вода – это та же, навигация – та же, ветер – тот же. Опасности вас подстерегают абсолютно те же. Все те же мели, камни, завалы – они все те же самые. Ну, сейчас, может, чуть больше за счет антропогенного здесь. Там где-то кол металлический может быть забит. Не, ну, плюс-минус все равно. Да. Но плюс-минус… Это самый близкий вариант. Потому что… Да. Ну, в принципе, это самый близкий вариант. И если вы это реконструируете, делаете, то вы, в принципе, попадаете в тот исторический контекст, который вы изучаете. Вот. Ну, как бы это, на мой взгляд, вот так. Ты вот просто сейчас все перечислил, что я прочувствовал, когда мы ползали в Турции по горам по литейской тропе… Да, конечно. Конечно. Мы готовились к такому очень легкому, классному триплу. Это как это, да. Нам Салладин старчердел, нам мил родной предел, и мы идем за Рать и Рать, святую землю побирать. Да, да, да. Мы, значит, отправились. Все было хорошо. Никого не трогали. Прекрасная природа, красиво все. Вот тут спеют фруктики вообще, все классно. А потом мы вышли на маршрут. Через 15 минут заползания под гору под 45, мы поняли, что нам, простите, полная жопа в ближайшие недели. Ну, такая, знаете, довольно полная. Да, да, да. И в этом походе, да, вот ты дух эпохи, ты начинаешь чувствовать, например, через двое суток. Ты максимально в духе эпохи. Да. Максимально. Самое главное, в этих походах открывается другая сторона реконструкции. Это сторона оценки ремеслига, которая идет с тобой. Да, 100%. Своими руками он становится самым ценным просто человеком в отряде. Вот, например, мы ходили пешком, я каждый день просто сидел и зашивал всему отряду обувь. Ну, что в горах эта кожаная обувь ее разносит, просто разносит. И я понимаю, почему на картинках очень часто их изображают пешком босыми, потому что просто невозможно. Да, изнашивают все, да, конечно. Вот с твоей точки зрения, с путешествия на лодках, расскажи, какие ремесленники самые важные в походе и каких стоит оберегать, когда ты берешь именно вот... Самые полезные люди, самые полезные люди, да, это люди, имеющие навык физического труда, некоего спорта, но ни в коем случае не профессиональные спортсмены, не качки всякие. Всем качкам привет. Вы в походах самые бесполезные. Потому что они все время жрут что-то, им надо спорт пить, там у них всякие вот эти диеты, которые с реальностью не бьются. То есть нужны такие сухощавые, такие жесткие парни, которые привыкшие к простому труду. Это не обязательно, когда, как вот некоторые говорят, да это что-то из деревни. Нет, не обязательно. Но и городские бывают такие ребята. Просто должен быть некий ручной навык, там элементарный, вот такой мелкий моторик, чтобы человек мог там что-то починить, там что-то подтесать. Вот, допустим, я всегда говорю, что в поход все брали с собой топор рабочий. Обязательно. Вот, острый топор это необходимая вещь каждому, не потому что там он что-то пойдет. Вот элементарно, тебе надо пойти нарубить дрова. И ты пошел, и ты сломал топор. Одно дело, ты сломал свой топор, другое дело, ты сломал чужой топор, как бы. Это разные вещи. Вот, свой топор всегда будет человек беречь, и не будет там по камням стучать. То есть такие вот мелкие моменты, но, а с другой стороны, это исторично. То есть это же оружие по факту. То есть вот вы как бы вроде и реконструируете, да, у вас с собой там нет мечей красивых, но у вас тут, кажется, есть острый топор. Топор, да? Как у настоящего викинга. Топор это аргумент. Да, аргумент, да, всегда, да. Это как у нас был случай, мы выгружались в селе Верхний Мамон, вот, а там местные граждане славились тем, что кошмарили байдарошников, вот. И высадились мы там в 2010 году. И там как-то так пляж, он разделен такими кустами на участки некий, у меня есть отдельная тропинка, вот. И я разговаривал по телефону, перешел на соседний участок, а ребята выгружали лодки на другом. Ну и ко мне подошли два каких-то хмыря местных, там, значит, молодых достаточно. Они такие, чего, кого, ну вот эти все разговоры такие вот эти полублатные. А мне некогда было, я очень важный был разговор, я говорю, пойдемте, пойдемте, ребята, пойдемте. И мы заходим за кусты, а там копья выгружают, ребята, и нас там 16 человек. И я говорю, у вас много тут деревни? Они такие, у нас тут, ну там, 8 человек. А нас больше, говорю, если будете нас беспокоить, я говорю, придем все сожжем. Я говорю, идите нафиг отсюда просто. Двое викинга. Да, они пришли вечером с вином, там, с бухлонским, мутным. Я говорю, ребят, мы пить с вами это не будем. Можете сами это выпить. Они выпили и ушли. Все. Но конфликт не получился, потому что они видят, что мы все взрослые, как бы, достаточно серьезные, в общем, ребята. И как бы все было хорошо. То есть, на самом деле. Таких ситуаций было много, на самом деле. Не, история про топоры это вообще отдельная тема. У нас как-то было, мы готовились к зимове. Кстати, сегодня 10 лет с последнего зимовья 2014 года. Как мы вернулись с парнями. И готовились к зимове. Поняли, что у нас не хватает древок на копию. А раньше у нас база была прямо у леса. Очень удобно, там орешник прекрасный. И мой коллега, Кетя, привет, рванул с топором в лес. Дело было уже, тем, смеркалось. Смеркалось. Да, да, да. По дороге... В лесу ходил человек с топором, да? Задумчиво. Да, 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 да. И смотрел по сторонам. А вот топор он спрятал под курточку, чтобы никого не напрягать. Ну, правильно, да. И в процессе прогулки по лесу его встретили два местных гопника, которые решили ему задать неудобный вопрос и показали маленькую раскладную финку. Петя не растерялся и показал им топор. У пацанов отпали претензии, и Петя продолжил дальше. Задумчиво прогуливаться. У меня так был конфликт с бомжом у нас на базе, когда вор забрался. Вот. Получилось как? Мне ребята сказали, что кто-то лазит на складе. Я приехал, он был рядом. Под одной из лодок нашел гражданина. Вытащил его оттуда. Сразу обшмонал его на всякий случай. Достал у него телефон. Себе позвонил, чтобы у меня остался его номер. Отдал ему телефон. И в этот момент он достал нож. Ну, и разложил нож. Ну, как бы нож обычный самый, но нож. Вот. Я понял, и он так решительно достаточно же был настроен. А у нас там опилки же. Я схватил треугольный такой спилок длиной метр двадцать примерно. И он начал меня тыкать этим ножом, а я его спилкой в лицо ему начал тыкать. В какой-то момент он понял, что ситуация не равна, как бы. Полы у нас разные. И он решил убегать. Тогда я стал бегать за ним вокруг лодки и бить его этой штукой по спине. В какой-то момент он оказался напротив двери и убежал. Вот. В этот момент выяснилось, что это все было снято еще на телефон коллегами. Вот. И кто-то еще взрывается, говорит, смотри, он же сумку потерял, как бы. И там оказался его паспорт. Вот. После этого я поехал в милицию. Говорю, здравствуй, на меня напал человек с ножом у нас на базе. Вот его паспорт. Я говорю, вот его номер телефона запишите. Вот. И он выглядит так, все. А, и видео сейчас вам скинем, как он делал. Вот. Я говорю, где, давайте я напишу заявление, там что-то нападение. Ну, в итоге дело не получилось, потому что мне пришел ответ из полиции, что, судя по видео, я был с палкой опаснее, чем он с ножом, как бы. И это было не совсем нападение его на меня, как бы. Туэль. Из конфликта не было и видно, как бы, что я был в опасности. То есть я не представлял. Вот. Так что это вот, это вот, кстати, единственное полезное, что я извлек из фехтования, как бы. В жизни пригодилось. Убажаю эти офигительные истории. Ну, смотри, видишь, реконструкция, она помогает. Многогранна, она многогранна. Да. Что ж, давайте вращаться в лодо исторической реконструкции. Но я использовал колющие удары, а не рубящие. Это ближе к историческому показателю. Да, да, да. Исторической реконструкции колющие запрещены. В лицо особенно. В лицо вообще не надо. Так, возвращаемся к походам. Итак, мы поняли, что мастеровые люди в походе всегда нужны. Еще я хотел бы обратиться к самому, наверное, важному человеку, который, наверное, подвержен самой большой опасности. Это человек, который охраняет еду и распределяет ее. Расскажи, пожалуйста, подробнее вообще про процесс того, как команда питается и кто занимается распределением порций, расписывает их заранее, формирует весь, собственно, баланс еды. Да, мы уже довольно давно, но как бы у нас, да, у нас есть человек отдельный Каптинар Мосс, который он выдает набор. То есть он каждый день людям, которые готовят, каждый день это разные люди, то есть вахтами, вахтами готовят. То есть у нас нет такого, что кто-то постоянно готовит. Потому что это достаточно тяжело. А еще главный момент, чтобы все в команде могли. То есть в принципе. Это очень важно, конечно. Ну, в основном сейчас, в принципе, мужики-то, как правило, все и девчонки, все умеют готовить плюс-минус там как бы. Из реконструктора. Из реконструктора, да. Это важно. Да, да. Вот. То есть в принципе все более-менее справляются. То есть Каптинар Мосс задача главное выдать комплект продуктов там на завтрак, вот что положено. То есть все это, соответственно, считается, нарезается, там, если это порционность какая-то, то тоже соблюдается. Ну, по калориям прикидываем примерно. То есть вы заранее планируете? Да, планируем, да. Ну, то есть мы берем продуктов минимум. То есть вот, чтобы не перебирать лишнего, чтобы ничего не портилось. Ну, бывает такая ситуация, когда что-то берет в запас, там, условно, что мы знаем заранее, что этого будет больше, чем нужно, но стараемся придерживаться минимальных позиций. Вот, например, когда мы ходили в поход по Уралу пешком по Семнахе, одним из достижений, я считаю, то, что когда мы вышли из тайги, то есть мы две недели были в тайге, в отрыве, то есть мы 15 дней людей вообще не видели. Вот, то есть мы переходили как раз перевал вот, собственно, в Хазатум через, собственно, Уральские горы. И когда мы вышли к людям, у нас оставался двухдневный запас еды. То есть мы очень точно рассчитали. Вот, и у нас там был один охотничий день, когда мы там добыли немножко еды. Плюс мы собирали грибы, ягоды как бы этим тоже питались. Но я считаю, что это был очень хороший такой опыт. То есть нам хватило, но мы не тащили лишнего. То есть у нас, в принципе, запас был. То есть мы бы за два дня могли, в принципе, пройти еще там порядка сорока километров. То есть это было вообще достаточно. То есть мы бы гарантированно к людям вышли. То есть это было основное. Но голодать бы не пришлось, но как бы этого хватило. Но при этом мы не так много тащили, чтобы сильно устать. То есть вот расчет питания – это очень важный момент. Это у нас есть люди подготовленные, которые не первый раз фоят. Они как бы все это считают. Я потом централизованно закупаю. Вот мы все упаковываем, соответственно, там, стараясь исторично тоже более-менее соблюсти. Там масло топленое везем в горшки там и так далее. Сало там упаковываем и все. И везем. Смотри, ты еще упомянул то, что у вас был поток, когда вы не выходили вообще к людям. Да. Но часть походов, часть мероприятий, они априори проходят, например, через города, через поселки и через какие-то большие населенные пункты. И это, кстати, исторично, потому что все-таки люди ходили по дорогам, а не по лесам. Слушай, они ходили через людей, что там можно поправить как-то состояние. Да. И вот часто у ребят, которые молодые, возникает проблема в том, что они выходят в город и им начинают задавать кучу людей неудобные вопросы. Как нужно общаться с местными жителями? И что не нужно делать, чтобы местные жители не выходили на тебя с ножом? Ну, тут сильно зависит от того, где вы находитесь, во-первых. То есть, если это, ну, такая сильно урбанизированная местность, то проще всего говорить, что у вас какая-то экспедиция банальная, что вы просто кино снимаете. Вот. И этого, как бы, достаточно. Вот. Если это местность глухая, где, в принципе, посторонние люди редко появляются, вот, то, ну, например, есть места, куда лучше вообще не заходить. То есть, например, если где-то работают какие-то старатели, золото моют, там, какие-то промышленные объекты, там, во-первых, контингент достаточно специфический. Во-вторых, у людей там всегда есть некая ревность, что вы там что-то увидите, кому-то что-то где-то расскажете. Это не значит, что вас там убьют. Нет, ни в коем случае. Ну, раз проблемы будут, они, да, они могут вызвать полицию, там, с вертолетом, чтобы вас забрали. То есть, такие вот моменты. То есть, если вы куда-то идете и знаете, что там есть режимный объект или есть какие-то такие условия, то, а, сначала вы должны там всех известить заранее, то есть, в каждый населенный пункт даже сообщить. То есть, там местная власть должна знать и предупредить людей, там, участкового, там, ну, кого угодно, старостного местного. Ну, то есть, обязательно надо предупреждать. Полицию или администрацию? Да, полицию, администрацию должны предупредить, что вот такое-то время на территории будут находиться такие-то люди, они будут в таких костюмах, вот их фотографии, паспортные данные, как бы, и вопросов будет меньше. То есть, вот так готовится. Если же речь идет о просто каких-то вот таких разговорах, да, когда вы там вышли из леса, ну, надо быть всегда, во-первых, вежливым, то есть, да, то есть, не задавать лишних вопросов и вежливо отвечать на поступающие вопросы. То есть, как правило, люди у нас достаточно спокойные, в принципе. То есть, у нас, ну, допустим, мы когда по Польше ходили в походе с Мареком, там люди очень бурно реагировали. То есть, там, ааа, викинги, господи, там, арабы, кем у нас там только? Мы финикицами даже были один раз. Да, они очень эмоционально реагировали. У нас люди вообще в целом не такие эмоциональные. То есть, у нас люди, как бы, всегда воспринимают, что, как бы, они стараются показать, что это норма. То есть, ты вышел из леса в костюме стрельца, ну, чего бы нет, как бы. Ермаковы люди вышли из леса. Что такого? То есть, у нас люди виды не подают. Но, естественно, у них вопрос внутри есть, и лучше им сразу на него ответить. То есть, сказать, да, у нас реконструкция, мы рекомендуем такой-то поход. Там, вот, знаете, там, в 17 веке были, там, такие-то люди, там, Ермак. Знаете? Да, знаю. Ермака все знают. Вот, и это его люди, да, вот так они ходили. Вот, ну, классно посмотрели, руки пожали, там. Самое главное – вежливость, как бы, не надо, там, кичиться, изображать из себя то, чем вы не являетесь, там, ярко. Вежливо, спокойно, доброжелательно. Да, вежливо, спокойно, доброжелательно, отвечать, доброжелательно на вопросы. У нас, допустим, была ситуация, когда вот переходили, ну, еще, не знаю, сейчас можно говорить, русскую, российско-украинскую границу. Это было в 2011 году. Там был целый комплекс вопросов, потому что между Россией и Украиной на тот момент в договоре о пересечении границ не было уже рек вообще. То есть, по документам нельзя было перейти реку на лодке, вот, по реке. Это было запрещено. Перетаскивать, перевозить. Да, то есть, только надо было через погранпереход, и, ну, понятно, что байдарку можно через погранпереход, а наши лодки нет. И мы это на уровне правительства согласовывали, то есть, с правительством Российской Федерации, там, с украинским правительством этот вопрос решали, нам выдали разрешение, вот, то есть, проходить. И, соответственно, то же самое, то есть, я во всех инстанциях объяснял, что вот проект, он международный, там, совместный экипаж, имеет образовательные, культурные цели, да, то есть, ну, и вот так в диалоге все получилось всем объяснить, то есть, мы предупредили местную власть и с нашей стороны, и с их стороны, то есть, но все равно, конечно, пограничники все равно на это так вот смотрели, нас всех проверяли, все тщательно. У них работа такая, да, но доброжелательность, ну, как бы объясняешь, и как бы проблем нет. Там был смешной момент, это населенный пункт, прям самая граница уже с Украиной была, сейчас, блин, забыл, слушай. Я помню деревню, которая нас задержала, мы там по дороге должны были к определенной дате, в определенное время прийти на пересечение границы. Вот, а там был населенный пункт Попово-Лежачи, как сейчас помню, и там был мост, который не оказалось на карте. И пока мы его перетаскивали, мы опоздали по времени, то есть, мы не успели, мы не рассчитали. То есть, мы должны были прийти к обеду, как бы к месту, и нас должны были перевезти в 4 часа дня. А мы пришли только на место только уже в 6 часов вечера. Вот. И там местные граждане сказали, что в поселке есть две работы, либо ты пограничник, либо ты контрабандист, и, пожалуйста, не ходите. Нас там попросили пограничники остановиться на острове, на реке. Типа, не ходите, пожалуйста, в город. Но проблема в том, что у всех местных есть лодки. Вот. И когда я увидел, что группа молодежи, как бы, кучкуется на берегу, я сказал, слушай, поехали к ним сами, они все же сейчас к нам приедут. Вот. Мы сели на лодку без, ну, как просто, обычно, ну, вот такой одежды в реконструкторе, но ничего с собой не брали. Они переправились прям максимально, где было максимальное количество молодежи. Я говорю, здорово, ребята, как дела тут, что, как у вас жизнь тут. Вот. Они удивились, потому что они ждали, что где-то они прятаться, наверное, будут. Вот. А потом они выяснили, что я из Ельца, а у кого-то брат в Ельце сидит, как бы. Все, кум. Да, оказалось, что мы, в принципе, близкие люди в какой-то степени босики по жизни. Вот. Вот. И потом один из них нас, он почему-то решил, что мы видим какие-то паломники, то есть они, ну, да, по одежде. Он нам аж целую экскурсию провел, какие у них там эти церкви в населенном пункте, да. Было очень интересно, кстати. Да, образован. Вот. Ну, опять же, то есть открытое нормальное отношение, понятное позиционирование, куча проблем сразу снимается. И не ходить по одному. И не ходить, да, желательно по одному не ходить. Вообще, конечно, каждое путешествие, оно всегда создает пачку мемов, которые... Нас полицию забирали очень смешно. Так. В городе Серафимович мы пристали, ребята пошли в магазин. Через какое-то время подъехал таксист и говорит, ваших там в милицию забрали. Мы с Тарасовым решили идти тоже. Ну, выручать. Пока шли вас тоже забрать. Нет, мы... Я говорю, Мац, достань ножик из ножа, поставь в лодке. Мы достали ножи, а ножны остались. Он нас подвез до отдела, значит, подходим, там стоит майор и рядом с ним капитан. Мы когда вылезли из такси, майор говорит капитану, вот смотри, эти, они у них главные. Тот говорит, почему? Говорит, они умные, они ножи достали. Оказалось, что пацанов приняли за то, что они были с ножами. Ну, естественно, люди в странной одежде с ножами. У меня есть фотографии, где они такие, обезьянь там, с табличками там. Я помню, помню. С милицией мы там нафоткались. Ну, нас, конечно, они отпустили, всем показали документы, но это был смешной момент. Нормальная тема. Вообще, конечно, мы после каждого мероприятия получаем вот после такого похода всегда новый опыт. Я не знаю, миллион раз ходили, миллион раз что-то делали. Всегда есть какой-то новый мелкий опыт, который ты можешь потом передать новичкам. У вас проходит какая-то подготовка новичков, которая присоединяется к командам на походы? Да, конечно. Ну, во-первых, мы вообще не берем просто людей с улицы. То есть мы всегда, прежде чем человек попадет в команду, он хотя бы там пару раз приедет с нами лодки починить, построить. То есть на базу в Ельце. То есть познакомиться с предметом? Во-первых, да, он увидит, что такое лодка. Во-вторых, он познакомиться с людьми плюс-минус там, кто пойдет в поход там. Ну, не со всеми, но с частью из них. Будет понятно, что за человек, как он сам вообще, как он в работе, да, там. Если человек приехал и у него из работы только пил по вечерам, ну, как бы он в команду точно не попадет. Это сто процентов. То есть если видно, что человек стремится, даже ему, допустим, он там не очень разбирается, не очень понимает инструмент, но если он хочет учиться, если он старается помочь, то как бы видно, что этот человек заинтересован, замотивирован. Вот. Соответственно, опять же, мы смотрим, то есть проходит через судостроение, через судоремонт. Все у нас проходят вообще. Вот. Потом, опять же, при уже непосредственно походе, в начале, все равно есть первый там день-два, это слаживание, когда людей учат грести, учат, как высаживаться, как садиться в лодку, как грузить вещи. То есть это всему обучаем. То есть где лежат вещи, объясняем, как раскладывать, то есть чтобы это было в доступе и не мешало. Там, причем и самому не мешало, и соседу не мешало. Вот. То есть вот этим всем вещам учим, конечно. Вот. Ну, понятно, что... Ну, хотя на самом деле даже люди, которые не первый раз идут в поход, все равно за год забывается. То есть даже я забываю. Вот я... Вроде я знаю свой кокпит, где у меня, да, вот это все находится, да. Я примерно понимаю, где что должно стоять, лежать и так далее. Но все равно нет. То есть ты каждый раз заново все это, первые несколько дней ты постоянно это все перекладываешь, чтобы это вот оптимально, чтобы тебе было здесь удобно ногу поставить, там, упереться, когда ты рулишь. Там, здесь тебе рука, здесь клин там, чтобы засунуть, там, оттянуть. То есть вот эти все моменты, они только в работе. Вот как бы... Ты же это все с практики набирал, правильно? Да, конечно, да, конечно. Я ж никто не рассказывал. Нет, никто. Слушай, а вот такой вопрос... Не, ну я смотрел видео, то есть как люди другие ходят. То есть я же изучал, как бы, то есть я смотрел, люди же ходят, походу не мы же одни такие. То есть есть, допустим, там, норвежцы ходят, шведы, Ральсвик Викинг Центр, они тоже на лодку ходят. На Ютубе куча роликов, там, как они в регатах участвуют. То есть если ты плюс-минус понимаешь, о чем это, ты видишь нюансы. То есть если человек не понимает, что на картинке, он видит просто, как лодочки гоняются. Если ты, как бы, понимаешь, что это, то ты видишь уже много разных вещей. То есть как крепят там разные элементы, как они сидят, как они оттягивают, как они там паруса расставляют. То есть для человека, который, как бы, ничего не понимает, для него все одинаково. Он просто видит, как вот... Это как смотрит этот... Бог смотрит боксер и обычный человек. Там мужики друг другу вместе и все. Да, а боксер, он видит в этом тактику. Он видит, как рисунок боя, да, там. Ну, любой спортсмен профессиональный, который он занимает, он по-другому это все видит. Даже мы просто турнир наш смотрим. Да, естественно, конечно. Так и здесь. Поэтому, естественно, это тоже все изучается. Смотрятся другие походы. Опять же, допустим, при подготовке маршрута я стараюсь прочитать, посмотреть все, что есть в доступе про ту территорию, где мы будем находиться. То есть я изучаю полностью. То есть это причем весь год идет. У меня всю зиму, каждый день там по чуть-чуть. Читаю лоцию, читаю про природу, какие ядовитые растения, животные, фотографии, все просматриваю. Какие режимные объекты, какие там катастрофы экологические были там. То есть все, что может хоть как-то повлиять на поход, это все обязательно изучается. То есть вот, допустим, на Ладовское озеро мы когда высадились, я уже про это Ладовское озеро знаю больше, чем местные люди, которые там живут. Ну, не скажу, что все, но очень многие, по крайней мере. То есть я знаю, где там радиационные заповедники у них, где там у них корабли утопленные с боеприпасами и так далее, и так далее. То есть все это аккумулируется, потому что это все влияет на безопасность. Это влияет на прохождение, поэтому это обязательно все знать. Ты упомянул вот как раз ознакомление не только с отечественной информацией, но и с зарубежным опытом. Когда мы занимаемся вообще исторической реконструкцией, например, в частности, реконструкцией викингов, да, 69-11 век, это локальная реконструкция или все-таки это международное увлечение и международная история? Я считаю, что эпоха викингов, и это ее огромное, может быть, вообще лучшее, что создали викинги вообще на самом деле, за что мы всем, в принципе, должны быть благодарны. То, что эпоха викингов – это паневропейская история, и при этом викинги, они в ней как бы нехорошие пацаны, вот. А все остальные от них так или иначе как-то пострадали. Ну, там, где-то они кому-то навредили, кому-то государственность создали, там, как нам и французам в какой-то степени. Всегда есть плюсы и минусы. Да, и как бы у вас всегда есть с любым европейцем общая история – это эпоха викингов. То есть, если вы будете с французом обсуждать, допустим, наполеоновскую эпоху, могут возникнуть трения, потому что политическая оценка этих фактов будет разная. Я уж не говорю о более поздних конфликтах. Ну и события довольно близкие. Да, события. Но я уж не говорю о более свежих конфликтах. А если речь идет эпоха викингов, да, ну, как бы была эпоха викингов? Да, была. Нападали викинги на Старую Ладогу? Ну да, нападали. А нападали вместе викинги с русскими на Болгары? Да, нападали. А на Болгары еще викинги нападали? Да, вместе с венграми. То есть, еще много кто с кем. Да, сочетание комбинированных. Да, и поэтому вам всегда будет о чем поговорить. То есть это паневропейская такая история И при этом это не носит Какого-то конфликтного характера Даже тем же шведам, датчанам, норвежцам У них же там тоже есть Взаимные претензии многочисленные внутри Но эпоха викинга же их объединяет То есть она у них выступает Такой точкой, где они вместе И конфликты тех времен Они сейчас уже для них не актуальны Они могут это обсуждать спокойно И вспоминая конунгов, допустим, Дании, Швеции и Норвее Которые бы друг с другом вряд ли подружились А это как бы одинаковые величины исторические деятели И тот же самый Рюрик, например, в этой же шкале идет Или какой-нибудь Болеслав Храбрый и так далее Или Роже Первый, Сицилийский и так далее То есть это все люди одного калибра исторические деятели И все они имеют отношение к эпохе викинга В той или иной степени Поэтому это паневропейская история, которая нас объединяет Я так это воспринимаю Ты не возражаешь, если затронем небольшой вопрос политики? Да вообще никаких проблем Я же работаю в управлении внутренней политики Что ж, давай Конечно, у нас сейчас идет ИСВО У нас идет напряженная ситуация Между людьми, обычными людьми Из разных государств Ввиду того, что все смотрят новости Новости продаются по-разному И новости это в определенной степени пропаганда Лично, с моей точки зрения У меня очень много друзей и знакомых из разных стран И причем это люди образованные Которые занимаются непосредственно изучением истории и наукой И как думаешь, может быть, что именно историческая реконструкция В какой-то степени поможет наладить отношения Нормальные, здоровые отношения между людьми По завершению конфликтных ситуаций в мире Причем мы не берем даже и слово А берем вообще разные военные конфликты Потому что их сейчас очень много И из разных стран мы общаемся Может ли вот эта часть исторической реконструкции Интерес к истории, к мировой истории Стать связующим между, например, российскими реконструкторами Которых очень много И зарубежными коллегами Да я думаю, это так и будет обязательно Дело в том, что люди Они не могут непрерывно фиксироваться на негативе Не могут То есть человек все равно должен жить с ощущением того, что будет лучше То есть невозможно жить с ощущением того, что Даже викинги, да, они Почему Вальгалу придумали? Просто помереть-то как бы То есть надежда на лучшее Да, это надежда на лучшее Да, что там будет какой-то лучший мир Где ты будешь славным, великим человеком Ты поедешь в бою, значит, ты будешь там с Одином пировать То есть это надежда на лучшее Так если любой современный человек, он тоже надеется на лучшее Что его жизнь будет изменяться к лучшему И, соответственно, вот эта историческая реконструкция Это же про изучение Это про созидание, прежде всего Это про творческое пересмысление в каком-то смысле Создание руками Создание руками, в том числе Какой-то ремесленный навык И вот в этой мелкой моторике И как раз человек себя может найти, как-то успокоиться, принять мнение другого человека в какой-то степени. И это всегда общая тема для разговора. Известная же тема, что на многих фестивалях, я всегда говорю, зачем за столом разговорить о политике. Говорите про историю. У вас есть разные политические взгляды, никаких проблем. Вы можете разговаривать про эпоху викингов и обсуждать политику Дании и Швеции в 9 веке. Вам сразу станет легче. В этом плане, я думаю, что изучение исторической науки как историческая реконструкция... Историческая наука – это ведь глобальная история, а историческая реконструкция – это приколодной навык и досуговое увлечение. И в досуге человек принято, он хочет найти некие положительные эмоции. Он, по-другому, досугом и является. Соответственно, если человек будет изучать историю и воспринимать через среду досуга, своего увлечения и получения радости, то встретит другого человека, который тоже хочет получить радость и какой-то свой вот этот экспириенс, именно изучение, да, они смогут договориться. Ну, на мой взгляд. Справедливо. Вообще, у нас уникальная ситуация. Страна огромная. В России действительно огромная страна. У нас огромное количество людей, мы раскиданы по большой территории. И из этой специфики у нас занимаются реконструкцией вообще практически, по-моему, всего, чего только можно. И такая огромная концентрация направления реконструкции абсолютно разных эпох, разных стран, разных народов, по-моему, может стать нашим пузырем для того, чтобы мы могли демонстрировать нашим соседям перспективу того, что Россия может предложить в культуру. Ну, Россия вообще, это же не совсем страна. Россия это цивилизация, прежде всего. То есть, это огромная цивилизация на большой территории, в которую входит достаточно большое количество разных народов. Ведь, ну, что там, ты прекрасно понимаешь, да, и знаешь прекрасно, что на территории Российской Федерации, до этого Россия и Советского Союза практически нет народов, которые бы совсем исчезли, которые были бы истреблены там в ноль, да, их... Ну, конечно, наверняка такие народы есть. Наверняка есть кто-то, скажет, посмотрит, назовет. Конечно, найду. Но, если мы говорим о достаточно таких, ну, известных, ну, например, воевали ли русские с татарами, да, там, воевали, много воевали, да. Ну, могли ли русские там во время Ивана Грозного истребить всех татар после там победы там, да? Ну, теоретически, наверное, могли, ну, как бы, если приложили усилия, да, там. Но ведь это ума же хватило этого не делать, да? Ведь ухватило какой-то вот этой вот где-то политической воли, где-то их терпимости, там, веро-терпимость, социальные терпимости. Экономические оценки. Да, чтобы договориться, да, то есть и не ущемлять веру, не ущемлять традиционный быт, уклад, да? То есть там, да, Касимовские татары вообще проживали даже не на территории там татарей и так далее. То есть ведь получается, то есть русская цивилизация смогла это сделать, да? И это же, это и есть огромный опыт, огромное преимущество. То есть что вот в рамках этого, и, кстати, это, кстати, является причиной, почему у нас все реконструируют. Это одна из причин, потому что русский человек не считает для себя чужим ничего, просто. То есть русский человек считает для себя вполне нормальным реконструировать, допустим, шведов, норвежцев, потому что это соседи. Фламандцев. Фламандцев, да, потому что это все равно все рядом. Там изучать историю татар, историю булгар, историю, допустим, ивенков, там, не будучи этническими ивенков. Историю Якутии 13-го. Да, то есть это как раз и показатель того, что на этой территории это цивилизационный подход. То есть это когда каждый считает себя каждым. То есть у нас же нет неравенства вот в этом плане, да? То есть никто, допустим, у нас в России, ну, по крайней мере, я таких людей редко встречаю, да, который бы себя реально считал там в генетическом плане выше, чем русский, считал выше бурята, условно. Ну, это психологическая проблема. Да, этого же нет, ну, в бытовом плане этого нет. Да, бывает какой-то такой бытовой национализм, он есть у всех народов. Ну, у всех народов есть. Но если по-серьезному внутрь себя заглянуть, и большинство людей так сделает, да, ну, допустим, является ли у нас, допустим, четким блоком, допустим, там, браки между разными народами в России? Да нет. У нас даже вот здесь на выставке можно посмотреть, тут все вообще ходят. То есть люди очень разные, там, и татары женятся на русских, русские выходят замуж за татар, татары женятся на ивенках, там, и так далее. Нет, ну, чем выше уровень образованности, тем, во-первых, глобализация происходит внутри страны. Да, глобализация, потому что это цивилизация. Поэтому пределов в реконструкции у нас нет. То есть мы для себя никакую историю сопредельной страны не считаем чужой. То есть русский человек совершенно спокоен, может и арабов реконструировать, и вообще не обламываться. То есть он не считает их для себя искренне чужими, скажем так. Ну, на самом деле, даже я вот задумывался, то есть мы занимаемся, например, я занимаюсь реконструкцией средневековой Европы. То есть страны, которая в России вообще не имела никакого сношения в тот период времени. Ну, назвала совсем. Не, ну на балочке, наверняка, торговали фламандцы. Ну, понимаешь, это именно таки торговые. Ну, не сильно, не сильно. То есть если мы берем, например, что вот все-таки военные, военные сношения, опять же, я делал маленькое грабство, там вообще как бы не шибко-то людей было бы так, потому что я понимаю, много. И задумывался о том, что, ну окей, я там делал вот этот костюм средневековый. Ну, средневековое, представим такое, да. Какую она связь имеется с Россией? И внезапно, да, мы ее находим. Да, это классическое противостояние у нас Новгорода и шведов, и втонцев и так далее. При этом оно же было не только противостоянием, если заглянуть в историю, мы не союзничество, объединение для войны. Вот он, я подумал, а давай заглянем на территорию современной России, и у нас же есть Калининград, Калининградская область. Это тоже часть Европы. Опять же, у нас страна настолько огромная, что мы частично находимся в Европе, частично в Азии. Ну, она в Евразии, евразийская, да, евразийская страна. И, по-моему, вот выделение нашей страны отдельно, вот просто вот отделение и от Востока, и от Запада, оно неправильно в теоретическом смысле. Оно непродуктивно. Оно непродуктивно. Потому что у нас закончатся все военные конфликты, они рано или поздно все в каком-то виде заканчиваются, да. Нет, не так, неправильно. Каждый из них закончится, но в целом военные конфликты никогда не закончатся. Но каждый, каждый закончится, да. Соседи останутся, нам надо с ними взаимодействовать, находить какие-то точки. Культурный обмен. И, по-моему, да, вот культурный обмен, это, наверное, самый оптимальный вариант для того, чтобы налаживать отношения со своими соседями. И вот значение исторической реконструкции любого направления, эпохи лейтингов XIII века, Симнаки, Наполеоники, Вторухи, это как раз тот момент, на котором мы найдем точки соприкосновения вообще с любым народом. Да, конечно. И возможность, наверное, исторической реконструкции, это как раз то начало диалога, из которого можно потом построить другие свои отношения. Да, в том числе, в том числе. В том числе. То есть люди, когда приезжают на фестиваль, они прежде всего видят, что там тоже люди. Да. То есть очень сложно ненавидеть кого-то, с кем ты вместе ел кашу из одного котелка. Это очень трудно делать. Вот, поэтому ненавидеть всегда легко, дистанционно, да, там, вот как бы кого ты не знаешь. Вот их легко ненавидеть. Когда ты с людьми знаком хорошо, ты как бы ненавидеть их очень трудно. Ты начинаешь вникать в их какие-то мотивации, видеть их проблемы, да. Это как в свое время мы сидели, как с поляками, и обсуждали вопрос, почему поляки не любят русских. Да, да. У нас делала отлично. Было очень смешной разговор, и в какой-то момент один пожилой поляк сказал, говорит, он говорит, да мы не то, чтобы не любим, говорит. Мы, говорит, как бы и к русским не очень, как бы, относимся, и к немцам не очень. Потому что, говорит, раз в 70 лет, говорит, то одни к тем, то и к тем, как бы. А нас, говорит, вообще поляков никто не спрашивает, как бы. И в этом же есть некая такая трагедия, да, польского народа, социума, да, что ведь действительно, а кто их спрашивает? И кто-то спрашивает? Нет. И не спрашивал, и не будет, наверное, спрашивать в случае чего. То есть, как бы, это говорит о том, что это то, что можно понять. То есть, то, что можно понять, можно принять и как-то, ну, как-то найти в этом. Не то, чтобы оправдать какие-то действия конкретные, но, как минимум, включить уровень понимания, да. То есть, не огульно чертить, вот так, прям рукой отрубать, а какой-то уровень понимания иметь. Поэтому, я считаю, вот, культурные вот эти все проекты и реконструкцию частности, она этому очень способна. Вот интересный такой вывод можно сделать в конце нашей беседы с тобой. Путешествия, походы – это изучение нашей большой страны, изучение разных народов, которые живут на территории нашей страны. И перспектива на то, чтобы участвовать в международных проектах, как вы участвовали, как мы там за рубеж ездили. И вот это все позволяет сделать один очень важный вывод, о котором забывают наши уважаемые граждане очень часто. История, она одна и она общая. Общая, да. Она у всех одна. Спасибо тебе огромное за интервью, было, как всегда, приятно пообщаться. Взаимно. А вы, друзья, напишите в комментариях, что вам было смотреть интереснее, Такера Карлсона или наш разговор. Всем хорошего вечера. Пока. Друзья, если вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно было интересно. Спасибо вам за просмотр. Я буду благодарен, если вы подпишетесь на мой телеграм-канал, где собирается вся информация по моему блогу, включая ссылки на текстовые статьи, которые в последнее время я пишу с завидной регулярностью. Также, если вы поддержите канал на Бусти, я буду очень благодарен, так как канал теперь для меня большая работа. Ну что ж, всем хорошего дня, вечера. Не знаю, когда вы это смотрели или слушали. Надеюсь, что вы еще вернетесь на канал и будете смотреть или слушать все остальные видеоролики. Хорошего всем отдыха.